всем привет люди мои хорошие я надеюсь что мои уроки для вас очень полезно и назидательная как вы знаете что все эти перемены которые происходят сейчас в мире они непосредственно связаны с тем что и по сути должно происходить мир вошел в другое состояние духовного или как вам нравится энергетического состояния другими словами как в окружающем нас мире есть день и есть ночь и у всего есть определенный срок у дня есть свой срок и у ночи есть свой срок таким образом и временные эпохи меняются мы сегодня вошли в другую эру в другую эпоху когда свет начинает изливаться с большей силы и все установочные программы которые были годами установлены и устанавливающиеся в сознание людей начинают терять свою силу и власть над умами и жизнями людей я считаю что нам сегодня просто необходимо научиться думать самостоятельно размышлять самостоятельно и учиться у бога исключительно на основании своего внутреннего личного переживания и откровения очень часто у меня люди спрашивают евгений что делать или какую литературу ты нам порекомендуешь читать где же теперь брать знания мы понимаем и видим что библию переписывали много раз что в ней даже есть искажение и я уже показывал это вам неоднократно а также если вы возьмете греческий оригинал евангелия и сравните его с другими версиями которые есть сегодня у нас то вы увидите колоссальные изменения противоречия отсутствие или наоборот появление даже многих цитат в общем ребята все сложно и мы не можем сегодня надеяться на какие-то рукописания то есть на какие-то книги или свитки единственное на что у нас остается надежда это на наше внутреннее богопознание и я по своему внутреннему убеждению и видению осознаю что каждый из нас приходит в этот мир рождается с уже прописанной внутри информации и определенным действием то есть как на генетическом уровне все в нас прописано во время формирования плода в организме матери до цвет глаз цвет волос формируется пол ребенка то есть вся вот эта цепочка днк вся генетика все уже заформировано в человеке и проявляется то же самое на энергетическом уровне потому что все мы как капли чистой утренней росы небесной приходим на эту землю и облекаемся в эти тела я вот облегся в это тело но сам я являюсь живой энергии энергии света то есть я живая воплощенная энергия света все мы дети света и любви мать наша есть любовь отец небесный наш есть свет поэтому мы здесь для осуществления поставленных перед нами задач как познать ту задачу которая тебе поставлена для выполнения в этой жизни исключительно не во внешних источниках которые ты мог бы изучать читать какую-то литературу смотреть какие-то программы все это и неплохо но только для нашего образования то есть изучать литературу религиозную неважно историческую все это нормально быть образованным человеком хотя бы даже по мирским понятиям это неплохо хотя в жизни может быть особо и не не пригодится но основная функция твоей жизни познается только вот когда ты научишься считывать информацию изнутри себя но это это невозможно самому как-то пробить просто ляжь или сядь в общем прими удобную тебе позу углубись своим внутренним зрением самого себя посмотри свои приоритеты жизненные переосмыслить перепроверь знаете как вот очень часто или очень хорошо в доме допустим делать генеральную уборку или к примеру наводить порядок в шкафу да вещи сложить по полочкам перебрать старье выкинуть правильно или также перебрать все в доме и выкинуть ненужный хлам то же самое наша голова наше тело это как сосуд это как шкатулка и бывает слишком много мы туда забиваем хлама устанавливаем ненужные программы или как у тебя есть телефон до слишком много ненужных программ загрузил которыми ты не пользуешься они начинают тормозить твой телефон правильно правильно что для этого делают освобождают телефон очищают память если уже и это не помогает то нужно отформатировать и совершили хотя бы совершить перезагрузку компьютера или телефона но так или иначе нужно чистить телефон от хлама ребята ну наш мозг в котором по полочкам складывается информация тоже нужно чистить потому что с годами мы набираемся информации просто посмотри что становится для тебя негодным что ты не используешь своей жизни не носи этот багаж выкинь то же самое со своими проблемами депрессии грехи какие-то дурные мысли посещают тебя просто выкинь их все это установочные программы которые ты нахватался как телефон твой выходит в интернет и при скачивании приложений может нахватать вирусов так и ты выходя своим разумом в глобальный интернет но вы поняли да для получения информации можете нахвататься вирусов особенно если ваш человек прикреплен к какому-то низшему так скажем энергетическому пространству но опять это при условии если вы ведете не очень хороший не очень чистый образ жизни да если вы действительно просвещенный человек стремящийся к любви и свету то вы обязательно выйдете всегда на высший уровень познания бога ну а теперь покажу вам некоторые вещи и свои размышления которые я думаю вполне имеют место быть начнем давайте условно разделим наш мир пополам вот это небеса вот эта земля вот здесь как я уже рисовал . из которой все образовалась это наш отец небесный свет это наша мать небесная любовь все мы находились здесь и все эти точки вращения жизни ну примерно то же самое как вокруг атома вращаются частицы то есть наш атом единое ядро неделимое то есть говоря символичным языком это наш небесный отец и наша небесная мать они неделимы между собой и составляют единое целое ну если горит с ним языком символизма ядро то есть это наши родители свет и любовь и все боги которые вышли и из любви и света они вращаются как частицы которые вращаются вокруг атома и так мы видим что весь мир все что находится в вышнем мире вот сейчас не говорим пока за земной мир вот вышний мир да это энергетически или говоря библейским языком духовный мир я так понимаю что миров у нас очень много и очень много различных уровней то есть кроме нашего земного биологического мира существуют и другие миры соответственно с другими видами жизни кстати я даже не удивлюсь если до воплощения в этом теле мы существовали и жили в других мирах по крайней мере у тысяч если не миллионов людей в глубоко на подсознательном уровне существует вторая память то есть есть память которая связана с вашей этой земной жизнью с этим воплощением начиная с детства до сегодняшнего дня вы можете что-то вспоминать но есть вторая память которая находится глубоко на подсознательном уровне на энергетическом уровне и она уже может быть связана с вашими предыдущими воплощениями это не шутки это реальность в которой мы действительно находимся но как обычно у нас блокируется память о предыдущих жизни и я считаю это правильно если ты будешь помнить сейчас буквально все свои жизни ну друзья это будет я думаю для многих будет плачевно представь что ты мог творить и делать плюс лично у меня когда приходят откровения взятые из моей предыдущей жизни предыдущих из опыта все это переживается реальными ощутимыми эмоциями прямо вот в этом теле то есть ты реально через себя пропускаешь некоторые события и это реально ощутимая переживай и представь если ты начнешь своем естестве переживать все что ты переживал к примеру ну через восстановление памяти да то есть это можно не выдержать тут фрагменты когда приходят просто фрагменты на несколько секунд это они глубоким переживанием сопровождаются сожалением или в чем-то может быть даже восторгом я как-нибудь с вами поделюсь если вам интересно о своих фрагментах предыдущих жизней которые всплывают очень глубоко в подсознании ну и я как бы не единственный в этом на самом деле таких людей миллионы но не все просто об этом говорят многие люди боятся об этом говорить но чтобы не посчитали кукнутыми и так возвращаемся сюда до возвращаемся отец и мать мы уже говорили да звук ом это звук первопричина именно из этой энергии ом звук вибрация света и любви начала сотворять жизнь до далее что мы видим боги сходят на землю также через мысли образы насколько я это вижу наш физический мир творился коллективом богов не одним каким-то богом да как нам преподносит та или иная религия но мир был создан коллективом богов я уже об этом показывал да даже в библии говорится что в начале элохим элохим это боги не бог сотворил небо и землю как один бог а боги даже в нашем мире чтобы сотворить жизнь нужны папа и мама правильно отец и сын не могут сотворить никого то есть это противоречит природе и все что мы видим в отражении нашего биологического этого мира физического является отображением энергетического мира или грубо говоря духовного мира ну как какое вам слово нравится такое для себя и выберите да то есть отец и мать да и боги боги то есть духовные существа или энергетические в принципе это были мы вот здесь прям это и были мы там то есть прежде нашего воплощения в эти тела мы изначально были вот здесь но точно так же как к примеру мой ребенок был во мне да потом через мой союз с моей женой мои дети материализовались здесь правильно а души моих детей приходят вот прямо отсюда из света то есть мои дети их души их жизнь спускается в физический мир приобретая физическую оболочку в принципе как и с вами происходит да и так мы смотрим что изначально когда боги это был коллективный разум сотворение мыслей образов сотворили физический мир да вот к примеру наша земля да все что на ней тут острова моря деревья солнышко прекрасный образ на бога там звездочки и так далее да вот сюда сходят боги у у нас здесь на земле сейчас существуют четыре расы белые красные и черные и желтые у меня интересная мысль по этому поводу ведь бог наш наши родители сотворили мир вот таким вот с очень колоссальными гаммами цветов палитра цвета не только физический мир но и духовный мир те миры то есть полнота цветов вам не кажется странным почему у нас всего четыре цвета ведь в природе цветов намного больше я так предполагаю что до определенных событий люди были не только белые красные желтые там и черные на земле но были и люди живущие на земле других цветов я вам конечно доказать не могу но это чисто мое внутреннее видение в одном из видео буквально недавно я коснулся об этом и сказал что возможно существовали и другие расы людей до нас то есть нас всего осталось четыре расы вчера утром проснувшись я просыпаюсь и у меня внутри идет просто информация сама по себе да в действительности существуют и другие расы другие виды людей но я не знаю существовали ли они до определенного времени то есть нас осталось четыре расы да но могли быть и люди другого цвета я это вполне не отрицаю но в сердце прямо прямо так ощущаю что в других мирах за пределами нашего биологического мира могут быть разные миры да один здесь другой здесь третий здесь и все они вращаются вращаются вокруг любви и света да как спираль все миры вращаются и жизни в этих мирах абсолютно существуют и проявляются так что ребята я вот прям ощущаю что когда мы будем покидать мерность нашего мира в другое измерение входить да также как слово смерть она в принципе означает изменение нашей мерности то есть того мира в котором мы живем но ребят сдается мне что мы увидим разных человечков поэтому как мы сегодня шутим зеленые человечки ну я считаю ребят в прямом смысле на нашей земле до того как исчезли остальные виды цветных людей могли существовать и зеленые и синие и какие угодно может вам это смешно но для меня нет но если есть белые и красные и черные желтые ну почему бы не существовать и другим почему бы не существовать синим зеленым человечкам вполне ребята вполне потому что мы не знаем каким был мир несколько столетий назад не говоря уже тысячах полагаться на официальную историю если нам не рассказали про синих людей синих то мы можем сегодня встретить или или зеленая да обычно после синьки видят зеленых человечка но ребята это так юмор но по факту давайте если смотреть серьезно почему бы и нет да то есть могли бы эти синие люди и зеленые люди и оранжевые фиолетовые неважно я думаю что в других измерениях мира до вселенского вполне могут существовать и другие люди ведь и даже то что мы сегодня видим как история которая преподает нам что-то в виде мифов разные существа до которые для нас кажутся сказочными ну к примеру тот же единорог для нас сегодня он кажется сказочным но я считаю что единороги вполне существовали и ведь мы знаем что многие виды жизни животных сегодня исчезли их не существуют они занесены в красную книгу и они исчезли так ребята если двигаться в этом направлении то до того как осталось у нас четыре расы на земле могли существовать и другие расы которые просто прекратили свое существование или их искусственно истребили здесь медленно и постепенно истребили да то есть может быть они менее были приспособлены каким-то сложным жизненным условиям а может быть и наоборот были более сильными но были уничтожены потому что до последнего возможно сопротивлялись до каким-то инфернальным сущностям и вот остались мы более слабенькие рабы до которых назвали рабами а мы и согласились рабы терпи смиряйся раб да вот как бы ну и если смотреть на наши остатки расы до 4 то ну ребятам с нас могут рабов лепить поэтому вот такие вот у меня мысли по поводу существования других раз пишите что вы думаете об этом в реале могли ли существовать расы людей другого цвета и по-вашему куда они могли деться и как их могли истребить ну а у меня на этом все надеюсь в этом выпуске я был вам полезен до следующих встреч увидимся еще